Я Константин Ерохин из команды клуба Прайд Ерохим Ким. Ну, я родом с Магадана, там вырос, получается, там начал свою спортивную карьеру как боксер, долго боксировал, получается, потом, ну, получилось так, что переехал в Москву, закончил здесь институт и дальше там прошел армию, ну, и как бы потихоньку-потихоньку перешел потом в ММА, в бои, стал выступать, ну, и до определенного уровня дошел. Ну, семья вполне адекватно относится к этому, ко всему, потому что я изначально, ну, как бы с детства уже этим занимаюсь, поэтому до них это, ну, в порядке вещей, то, что я выступал, ну, бился по боям везде. Как бы они уже привыкшие будут к этому. Вот он консультант, ну, бился. У меня отец привел в спорт, получается, он сам, как бы, ну, раньше тоже боксировал, и, как бы, и тем самым он мне привел, ну, любовь в спорт, как бы, и мотивировал меня тоже, как бы, ну, изначально с детства, как бы, и, как бы, контролировал меня. Ну, это, в принципе, для любого человека, как бы, я думаю, любого ребенка надо приводить и контролировать на моменте. Я первый, ну, выиграл, даже, как сейчас помню, первый бой, там, сразу виду явного закончил преимущество. У меня первые бои, где-то 15 боев, я все виду явного заканчивал. Ну, у меня, у меня, на самом деле, эмоций, как бы, как таковых не было, да, мне просто очень, у меня желание было большое, я просто, я фанател от этого, и мне хотелось им играть. Я просто, вот, я помню, даже у меня был, был такой случай, когда Катерин был, и мне, там, соперника не нашли, я, как бы, ну, многим радуются, там, да, я просто плакал, потому что у меня не было этого соперника. Да, очень расстрелился, так я пришел домой, мне даже маня говорит, ты не плачь, не переживай, а я так хотел побиться, я не знаю, у меня желание просто было. Я думаю, я даже сейчас не могу, ну, как бы, это, таких эмоций пережить, как тогда. То есть, а вот даже, если я смотрю, даже по-своему, там, да, у меня сын тоже тренируется, там, да, там, дзюдо, но у него нет такого желания, как вот у меня было тогда. Я, как бы, это вижу, поэтому, ну, не каждому, как говорится, да, но... Да, я выступал в UFC, да, получается, ну, у меня была цель изначально именно дойти до этого, ну, до UFC, у меня не было там, именно в самом UFC, я, как бы, я не знал, что делать, на самом деле, у меня не было команды, я был один, и поэтому мне было тяжело и сложно. Так же, как бы, я тренировался, так же, у меня не было тренера, у меня не было, ну, никого не было, кто бы меня, ну, мотивировал, заставлял делать, я все на себя возлагал, то есть, я сам, у меня, ну, все делал сам. То есть, и план, и тренировок, все, там, вставал утром, сбегал, чисто у меня не было ни зала, ничего, я просто хотел, мне просто получалось, ну, до определенного момента, а, как бы, дальше, конечно, нужна была команда, у меня и не было, но, ну, как получилось, так получилось, в принципе, может, так оно и должно было быть. На данный момент цель у меня, у меня команда есть, да, я хочу, чтобы они добились каких-то определенных результатов, продвигались, завоевывали уважение к себе, в первую очередь, и клуба, чтобы они доказывали всем вокруг, что они самые лучшие, это для меня, вот, сейчас, на данный момент, самая такая, первоочередная цель. Ну, сейчас, на данный момент, клуб для меня все, как бы, спасибо, ну, Максиму Евгеньевичу, который, ну, посредственно мне дал возможность проявить себя, как организатора, как, ну, капитана команды, ну, и дай бог, дальше мы, я думаю, прорвемся и будем с высоты брать, с каждым разом выше-выше. Справедливый, думаю, справедливый, в первую очередь. Ну, доброта тоже, да, как это, это, мне кажется, синоним силы, потому что каждый человек, кто сильный, он будет добрый. Если человек слабый, он будет злой. Злость – это слабость, а доброта – это сила, в первую очередь. И поэтому добрые люди, они намного духовно и ментально они сильнее, чем злой человек. Злость – это слабость, это порог. И доброта, нужно быть добрее к людям. Поэтому, мне кажется, в первую очередь, добро, наверное, мне кажется, это самый такой основной должен быть показатель человека. Ну, у меня есть семья, да, у меня есть двое детей. Получается, мальчик, девочка. Ну и спасибо Господу Богу, что это есть у меня. Потому что семья – это самое основное. Ну, это моя цель, как бы, в жизни, да. Мне кажется, лучше этого, мне кажется, ничего не должно быть у любого человека. И каждый человек должен оберегать и заботиться о своей семье. И, мне кажется, любовь, она вот есть, она формируется именно в семейных отношениях. А потом уже, как Карл Марк сказал, семейка, семья – это ячейка общества. Поэтому, в принципе, какая семья, такое общество. Если общество, ну, как бы, семья будет, ну, у всех хорошая, да. Если будет, там, отец, мать, которые будут, там, воспитывать своих детей, то и общество будет сильное. Ну, я считаю, что каждый боец должен идти к своей цели, не останавливаться ни перед чем. Не важно, там, проиграл, выиграл, там. Не важно, кто там тебе что сказал. Ты должен идти достигать тебя. Вот и все. Ну, в целом, команда у нас очень сильная. Получается, каждый у нас индивидуальный человек. С каждым нужен индивидуальный подход. К каждому нужно свое особое отношение. Очень, конечно, поначалу было сложно с каждым работать, потому что срабатываться. Потому что каждый человек, он индивидуальный. Особенно боец, бойцы – это, как бы, особая каста людей. Для них нужен особый подход. И, как бы, мне поначалу было очень сложно. Каждому подход именно нужен свой персональный. Было очень сложно. И, как бы, в процессе тренировочного процесса и боевой подготовки мы потихонечку притирались. И сейчас, на данный момент, у нас уже более-менее есть какие-то взаимоотношения с каждым из членов нашей команды. А здесь у нас осталось мало соперников. Поэтому мы выходим на мировые выборы. Субтитры сделал DimaTorzok